всем привет меня зовут екатерина и вы заглянули в мой рукодельный блокнот сегодня 25 декабря и честно скажу сложно возвращаться к съемкам видео мы с вами давно уже не виделись и не слышались и мне еще предстоит съемка итогов года и моих начатых процессов и собственно говоря я думаю что начну там с 1 января или еще что-нибудь потом поняла что лучше начать сейчас и снимать именно во влоговом режиме потому что снять итоги за месяц намного сложнее нужно найти время место чтобы никто не мешал собрать все что было вспомнить все что было и уже снимать а сегодня утром я закончила один процесс и решил начать следующий хотя для меня это не типично потому что под конец месяца и уж тем более года я обычно начинают такие процессы которые я не успею закончить а этот процесс я закончить не успею что же это такое это у нас дизайн анну пету новый скажем так с дизайнами по ее рисунком я сталкивалась а вот с ее разработками именно как дизайнера нет поэтому было любопытно но на самом деле во всем виновата алла бондарь потому что она показала эту схему своих зимних стартах и мне прям так захотелось в этом году мне вообще как очень тянет на зимние сюжеты хотя как я уже по моему говорила я не покупаю наборов зимней тематикой я не беру сейчас в расчет игрушки я именно говорю вот о картинах хотя хочу сказать что в этом декабре и даже по моему в ноябре я на покупал очень много именно дизайнов новогодних почему-то в этом году очень хочется может быть конечно если бы пытаюсь создать настроение но речь не об этом алла бондарь показала я пошла смотреть что это за схема сколько стоит где купить ну и подумал сейчас новый год наверняка будут скидки подожду немножко ну может быть это контекстная реклама может быть еще что-то но у меня вылезла реклама сайтом мира вышивки не реклама я покупал за свой счет и в мире вышивки я покупал вообще только один раз и не очень устраивает магазин поэтому дело вообще сейчас речь не об этом я увидела контекстную рекламу и что самое интересное на этой рекламе было именно эта схема она пита новой я даже не сказал как называется по моему сладости на рождество если что я подпишу на экране название схемы не посмотрела я даже не знала что мир вышивки торгуют электронными схемами но суть в том что на рекламе было именно именно этот дизайн и при том что у него была скидка 30 процентов я пошла и купил основу это аида 14 от свайгарта с люрексом видно немножко что она блестит я вытащил из набора чудесную ой чудесный был очередной мыть потому что дизайн я не буду вышивать на этой основе а мне именно хотелось блеском именно красоты и этот дизайн пойдет в подушку я надеюсь что я вам картинку на экране поставила и вы на нее смотрите в этой работе 35 чистых цветов никаких блендов back делается черным и белым цветом в одну и две нить в узелке черным и белым цветом все очень просто никаких заморочек и разметка да она немножко странная такая то есть вот с этой стороны хочу сказать спасибо большое али бондарь и не на не знаю смотрит она или не смотрит попадется ей это видео или нет но дело даже не в этом она подсказала она сместила центр этого дизайна потому что как вы видите на картинке снизу сверху и с правой стороны есть еловые веточки а с левой стороны их нет и если вышить ну как бы с этого края не задавая чуть больше поля то получится диспропорция будет некрасиво я уже так вышивала один дизайн не подумав об этом и но это видно на самом деле видно при оформлении что как бы рисунок как будто смещен как будто с одной стороны больше воздуха другой меньше вот так началась сегодня днем выше то здесь где-то около 300 крестиков под не знаю где они тут и это почти два процента работы сейчас я еще наверное минут 40 вышиваю и собственно я буду с удовольствием вот дальше вышивать потому что сейчас у меня такая политика скажем так что ли я вышиваю процесс за процессом то есть начинаю один заканчиваю начинаю следующий ну или там продолжаю что-то заканчиваю начинаю следующий до дизайна небольшие но у меня вот именно так сейчас устраивает мелочевку мне сейчас не уйдет деревяшки не пластика не как то есть у меня есть начатая маленькой игрушки я никак не могу его завершить хотя там очень мало крестиков ну прям от не дается и все а и насчет ниточек я вам их не покажу потому что у меня сейчас совсем ленивая организации то есть у меня рядом с рабочим местом вот и покажу вот стоит мой короб со всей моей палитры не так а мы а а я не сказал до вышивая нитками она и я просто беру мне нужный цвет и им вышиваю то есть никаких органайзеров ничего я сегодня разбирал кучу ниточек от процессов которые у меня были вышиты за осень и честно говоря мне не понравилось тратить столько времени на возврат не так наркнуть на плашки вот эти вот на которых у меня хранится вся палитра так немного прерывали избили смысле мне не понравилось тратить кучу времени на то чтобы возвращать нитки на плашки мои и перед этим еще кучу времени занимал то чтобы собрать эти нитки на органайзеры когда начинала процесс и готовилась к ним и поэтому я теперь буду вышивать вот так вот из общего короба я слышала что я не придумала эту систему я бы не слышала там многоцветницы многие вышивают именно так просто как-то мне казалось что это неудобно и как как так на самом деле это очень удобно и я решила что те процессы которые у меня выезжать из дома не будут ну скажем тогда не куда собой их там брать невозможно они достаточно большие по размеру я буду организовывать именно так то есть у меня рядом просто стоит короб я беру нужный цвет вынимает насколько нужно ниточка вышивая пожалуй все пока надеюсь я разговорюсь будет как-то прилично получаться видео и я смогу выложить на канал очень хочу снять итоги хочу снять свои начатые процессы похвастаться тем что я вышел за осенний месяц и за декабрь есть что показать притом по мне так и даже интересные дизайны хоть и маленькие но все равно так что я надеюсь что мы скорости увидимся услышимся и не расскажу что у меня получается или не получается такое же тоже есть до встречи сло в следующем включении сегодня 1 января 2023 года пол третьего то ли ночью то ли утра то ли чего кажется салюты немножко затихли и можно уже будет пойти поспать за неделю я вышел на этой работе 2340 крестиков и это 16 процентов работы единственное что хочу себя поругать половину прошлого включения я вам рассказывала какая я молодец что сделала разметку сместив ее скажем тогда на две клетки вся штука в том что это я смещала чтобы выровнять на канве разметку а на самом деле мне нужно было начинать на две клетки в сторону то есть у меня разметка 14 на 14 но по факту должна быть 12 на 14 у меня сейчас вот здесь вот ну как бы две лишних клетки получается то есть сам дизайн вот здесь заканчивается то есть сама коробочка вот заканчивается а здесь будет еще немножко еловые веточки это знаете как спешка хороша только для ловли блок так обрадовала что у меня было время повышевать и что и я смогла бы начать процесс что побежала и не думая его начала просто разметку делала заранее почти за неделю поэтому такая вот ерунда получилось но в принципе это не шибко смертельно у меня есть поля то есть для оформления хватит а с учетом того что я хочу оформить в подушку то и подавно но все равно обидно столько рассуждала столько высчитывалось разлиновывал и сама же накосячила а в остальном прекрасный процесс вот реально прекрасный я вышиваю сейчас скажем так треть работы грубо да это я фотку куда-нибудь ставлю не фотку превью ящик 3 на 3 получается с печеньками да и вот я взяла нижний ряд соответственно все три ячейки и вышиваю от большего к меньшему соответственно выбывание цветов всего в работе если по марафону это 14 там с чем-то тысяч крестиков то есть с бэком с узелками но на самом деле в этой работе достаточно много бэк потому что крестиков где-то 11 с половиной тысяч но все остальное стежки бэка вот но до сегодня первое но я сейчас просто не стартует то что я устала не хочу делать новый старт но у меня есть именно новогодний старт сейчас немножко то двинусь я решила вышивать работу на желание да хочу на море даже расскажу о своем желании ну понятно что мы сами творцы своих желаний но просто в двадцатом году я начала год именно с морского старта и в принципе съездил на море а вот 20 какой не двадцать первый год мы съездили на море 22 год у нас не получилось съездить на море потому что я не начинала год с морского старта я решил что этот год я все-таки начну хоть около морской старт хотя он называется базе то есть вот около моря так артикул у нас 70 65 125 это дименшинс голд коллекшн аппетит я так понимаю что это перевыпуск потому что я с трудом поймала этот дизайн покупала я на зоне была на него неплохая цена при том один раз была на него неплохая цена но я решил да подожду еще но его раскупили поэтому я уже побежал нашла где еще более-менее приемлемая цена и решила заказать не затягивая здесь а я сейчас и покажу вам ниточки удобно так вытянула потрясла вас немного не просто очень длиннющий просто безумно длинны я уж не знаю какой длины делают китайцы их так давайте я превьюшку немножко смещу чтобы был видно цвет они обалденные я обожаю таких тона вот этот вот это прям моё при том что я вот кстати сейчас все равно в таких оттенках сейчас вышивается но все равно я с удовольствием вышиваю потому что даже не первый дизайн который такой цветовой гамме коричневый знаете какая красотень то есть даже я не знаю превью не так богато смотрится на самом деле даже уже интересно будет сайт как она будет в живую так схему xsd для саги я не нашла в свободном доступе да и даже за деньги с трудом нашла нашла у накитаны я думаю она известна до многим как блогер и она же сейчас занимается перенаборами единственный есть нюанс тут кто захочет у нее заказы перенаборы из россии она живет в белоруссии ну можно оплачивать на карту теньков но только с комиссии просто кому важно принципиально да то есть через систему быстрых платежей за того что они белорусский телефон без комиссия оплатить невозможно ну такой небольшой нюанс до финансовый но кому-то может быть будет принципиально схема здесь вот ключ где схема кстати схема хорошие мне понравилось разверну одной рукой но она правда классная то есть по всей бумаге никаких проблем вышивать не будет кто вышивает она она очень крупная но единственно что конечно вот видите в свете она блестит но она крупная она очень такая прям ух для глаз самый то вообще для глаз для любых мне кажется кто любит цветное кто любит черно-белое нам прекрасно так и что у нас здесь ждет здесь ждет крест в 2 и одну нити да потом полукрест так это скорее всего бленд 4 не в 2 в 3 до 3 4 даже 5 есть а нет это наверное не бленды это полукрест в одну нить и полукрест 4 нити просто одним цветом соответственно здесь тоже самое в одну и в 3 нити одним цветом так и что еще у нас тут а еще полукрест а вот они бленды но это будет именно полукрест 1 2 3 4 5 6 блендов то есть это будет 3 2 3 4 нити и бэкстич 1 2 3 4 5 цветов в одну нить так а это что у нас коучинг не люблю ну ладно посмотрим их на телефоне закончилась память поэтому остановились на французских узелках ну собственно говоря больше по набор этому не было нечего сказать вот сегодня 1 января 5 вечера немножечко начала из центра взяла специально крест в две нити чтобы он попроще было и собственно говоря по поводу это процесс пока все я еще хотел знаете что похвастаться что я досталась под елочки секунду дотянуться надо я себе под елочку так как бы теперь так это сделать купила вот такой букет смотрела я на него очень очень давно но как-то думаю ну не надо но дорого да переживу у меня этого полно добра но в итоге все таки купила потому что здесь мне очень нравится цветовое решение мне нравится бирюза мне нравится в последнее время очень нравится розовый цвет во всех градациях скажем так даже не знаю что такое случилось на старости-то лет так в наборе крестик в две нити полукрест в 3 и бэкстич в одну аидат свайгард 16 цвета символьная схема канва здесь бежевая кремовая я бы сказала вот такие ниточки фон конечно замучаешься вышивать это у нас 54 цвета 4 сердечек сложности и в итоге 44 на 36 половина сантиметров вот такая красота увидела как это я заказывал на вайлберрисе 2300 я посмотрела и настичную и закупках это дешевле чем он идет не помню какая цена на него должна быть но дешевле так и еще один набор тоже можно сказать оттуда же лукас лука с уж не знаю как б 2393 вот такой вот название должно быть мечтая о белом рождестве не честно не знаю почему он понравился наверное знаете из-за чего что интерьер очень близкий по духу скажем так сейчас именно вот такой вот ну заказала я даже знаете как здесь показывать особо нечего это такой вип набор премиум да маленькое окошко все опечатано покупала на озоне за сейчас скажу 3 400 заходила в альбом с закупками он стоит 4 300 поэтому я так легко запомнила посмотрела насти часу он тоже стоит там каких-то приличных очень денег поэтому мне тут образовалась под конец года неожиданные премии я решила гулять так гулять здесь крест 4 в 2 нити 3 нити бленды французские узелки бэк один в одну две четыре нити в 2 нити притом это бленд аида цвай гортона 18 каунта белая мулине анкор 56 цветов уровень сложности 5 сердечек 50 на 34 вот такое наборище и такой небольшой спойлер я еще но уже в закупках заказала в красном цвете тоже такой же интерьер это по моему из новинок при том что он практически такого же размера с такими же нитками с такой же конвой но почему-то стоит 2000 только при том он везде стоит ну относительно недорого конечно там на сайтах он дороже но опять же почему непонятно только из-за того что коробка другая не ясно но его я буду ждать очень долго придет он нескоро так что это такая отложенная покупка поэтому не страшно еще сегодня села села посчитать свои начатые процессы мне казалось 19 я ужаснулась но это уже вот с этими новыми и я еще планирую на рождество еще один начать процесс и думаю пока все пока я не уменьшу количество начатых процессов я старт устраивать не буду так что и зимой и весной я пока отшиваю свои уже начатые процессы и привожу их какой-то более вменяемые цифры это их а то их слишком много а на своде рождения я хочу начать большой процесс вот на данный момент пока все что-нибудь получится повышивать я вам покажу сегодня 7 января до вчерашнего вечера я вышивала аппетит от dimensions вот такой около моря вот что мне сейчас на конве здесь почти 33 процента и около 3000 крестиков выше то у меня 4 цвета на выбывание но на побывание в крестиках полукрести не знаю используются эти цвета или нет и я рада что я вышивала именно так то есть я вышивала от большего к меньшему и получается самые большие цвета по количеству крестиков самые противные цвета до при вышивании это белые светло-бежевый так блендов не было этот цвет небольшой но он был ближе всего к середине поэтому я с него начала а потом начала уже другие крестики конечно крестики в две нити на 18 корве это тот еще трэш не люблю я это дело но я тут отдохнула здесь есть сейчас фокусируется это в 2 так где они у меня даже вот так сразу и не найди а вот это вот в одну кстати вот это в 2 вот если бы не эти крестики в одной нить конечно было бы сложнее но следующий цвет у меня зеленый я на нем будут просто отдыхать от этих вот бежевых тонов но на воодушевление знаете вышивается легко то есть я прям поняла что такие оттенки нужно вышивать прям вот знаете на волне такого ажиотажа да вот старт вот сейчас вот так вот но еще к тому же выходные дни есть время так еще я вчера сняла видео о том сколько у меня начатых процессов их было 19 мне так застыдилась сама себя что я закончил свой самый маленький процесс пока монтировала видео села вернее от монтировала видео потом оставалось так не с не очень много времени уже было поздно и я решила закончу ее а то прям реально стыдно такое показывать в текущих процессах это игрушка новогодняя игрушка котенок от магазина уаннушки мг-18 вот такой вдруг получается наборе было называется вырезка не помню вырубка вырезка вырубка конечно думаем о еде вот принципе он вышивается не сложно схема простая к тому же есть схемы для саги не вышивалась а вчера прям так хоп и вышел из чего я так его долго тянул это до сих пор и не поняла и вроде как процессов у меня теперь начатых стало 18 но их снова 19 до сегодня 7 января как я уже сказала и я хотела сделать старт и я его сделала это ложь публикует сборка от клубка желаний сапожок котята ангела это раритетный набор от dimensions артикул 4034 и обратите внимание на описание да особенно тут вот канваи до 14 темного синего цвета нет она темно-синяя только на 18 каунта они 14 я еще когда села стала размечать и так думаю что такое то не может быть что это 14 я вышиваю схема таны питонова на четырнадцатом каунте и но даже близко не стояла а так как я как раз по линейке расчерчивала я решил заодно и померить нашла в интернете сколько там должно быть крестиков 10 сантиметров да и оказалось что у меня тут 18 канва далеко не 14 но в принципе как бы все равно я сейчас повышевал вот немножко увидеть тут районе 200 чем с крестиков нитки очень красивые очень-очень яркие тут тяните я уже ими по вышивала поэтому немножко уже лохматится такие две планшет очки они скреплены колечком здесь ничего искать не надо символы вынесены цвета вынесены но у меня сага схема просто найдено в интернете символы не совпадают поэтому по ходу движения я меняю в саге эти значки чтобы они совпадали именно с планшетками потому что тут уже такая работа проделана и за это деньги заплачены чушь что-то выдумывать насчет ниток вроде как когда-то мне кажется я читала информацию что нитки сборная солянка dmc анкор гамма вот не знаю я вам показываю господи прошу прощения отвлеклась на общупывание ниток и как-то это уехала камера ну не знаю честно скажу на ощупь не тут есть некоторые отличаются но как-то это больше похоже на грамму нежели на что-то там такое особо ценные хотя вот эти вот очень мягенькие нитки прям шелковистые ну не знаю не буду конечно врать в наборе нигде никакой информации о том какие нитки использованные не указано за такие деньги надеюсь что все таки здесь не только гамма и не оранжевая полоска я так думаю что она оранжевая схема мне казалось что кстати раньше писала писали какие нитки используются в наборе но в данном случае нет схема на бумаге листа на формата а4 такая вот она очень понятная и как видите очень простая я начала вышивать и просто но думаю что здесь будет такой заковыристый бэк потому что он наверняка где-нибудь золотой ниткой да вот я вижу бленда есть вот два бэка два цвета да и в бленда золотая нитка а это прям не очень хорошо он и даже фрузилки есть тоже в бленде собственно говоря с этим наборами никуда не спешу главное дошить его там где-то до ноября месяца хотя бы чтобы было время на оформление то что мне нужно будет еще найти кто это будет все оформлять и еще так как на обложке указано что канва 14 каунта возможно и надо было вышивать в 3 нити но так как у меня сейчас 18 каунта в 3 нити я вышивать ничего не буду естественно я уже начала в 2 нити и даже если бы это был бы 14 каунт я бы все равно вышивала в 2 потому что издеваться над собой я не хочу вот то что собственно говоря у меня произошло за это время буду вышивать сегодня еще вечером завтра еще последний выходной господи уже последний выходной кошмар какой-то так ждала эти выходные а прилетели как один день так давайте покажу что я тут вышиваю вышиваю я первого котенка самого 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 крайнего самого крайнего вот этого он как раз будет самым объемным потому что он здесь как бы весь получается остальные все-таки уже там то крылом прикрыт эту головой там и так далее то есть здесь у меня принципе канва размечены если сзади посмотреть то что я взяла обычный белый карандаш у ребенка из коробки с карандашами и разметил он так как я не знаю как он себя будет вести я разметила с изнанки ну просто чтобы не потерять эту форму сапожка то что я никак не могла прикинуть где середина потому что сага схема там еще данные буквы в этой же схеме и поэтому сложно сориентироваться где середина и как правильно расположить поэтому взяла бумажную схему посмотрела как там здесь буквы вынесены вообще на отдельный лист с отдельной кодировкой скажем так вот так это выглядит отдельный лист с отдельно с отдельными с отдельной сеткой русский английский будем вышивать посмотрим что из этого всего получится как будут сочетаться цвета будет что показать я покажу а еще знаете что я вам хотела показать сейчас еще тут у него мешается мой органайзер который я сделала сама чем бы так потыкать так сейчас мне там мешает я сделала коробочку взяла мусорничку сначала думала одну вазочку еще что-нибудь поставить но у меня что казалось что вот так приличное количество ножниц вот еще и меня еще по моему где-то лежат и чтобы вот все ножницы были под рукой а то я их что распихал по разным углам здесь очень большой тут вот такая вот у меня как подставка для ножниц и маркер для разметки здесь у меня игольница такая классная мне очень она понравилась покупала на вайлберрис вот такая прикольная а там внутри камушки еще есть для утяжеления то что она такая тяжеленькая за счет камушков именно и керамическая тарелочка для всякой мелочевки как раз не тут винтики от моего станка иголочки из наборов лежат которыми не пользовалась купила ее на формуле рукоделия там было пару магазинчиков керамики и вот я походила посмотрел то что я хотела именно сюда какую тарелочку вот для такой вот мелочевки чтобы не болталась ну и все это закрепила на дощечке деревяшки заказывала вот эти вот вазочки и баночку скажем так на вайлберрис дощечку покупала по-моему в леонардо потому что что я не на вайлберрис не на озоне такую дощечку не нашла и чашка моя кофейная тоже куплено там же где блюдечко вот такая штука очень для меня это очень функционально то есть ничего такого здесь нет но мне нужно было именно мусорничка потому что я обычно обрезки складывал просто на стол и сами понимаете это не очень красиво ножницы чтобы не были распихнуты по разным углам теперь они висят все здесь и как раз вот именно искала тарелочку потому что мне нужно куда-то складывать мелочевку единственное что я еще хочу сделать видите стол металлический на него ножницы класть ну так знаете особенно ночью такой клацанье поэтому хочу какой-нибудь маленький подносик и возможно украсить его какой-нибудь вышивкой чтобы не бряцало и не клацало вот такая штука я мега довольна покрывала сейчас давайте я вам покажу потому что классная вещь на самом деле так нашла купола в леонардо бутылочка небольшая вот на 100 миллилитров у меня цвет 01 то есть бесцветная сейчас не хочет фокусироваться вот так промысел масло для дерева твердое с воском подходит для всех пород древесин они есть цветные разные там достаточно много оттенков то есть можно посмотреть вот такая вот штука я покрывала даже в один слой и он чисто придал цвет и подчеркнул фактуру но их там реально много разных и даже каких-то по-моему цветных есть здесь у нас что масло льняное оксидированное льняное масло карнаубский воск сейчас убегает такое очень мне понравился и я прям и видите собственно говоря он совсем немножко ушло на это все но я покрывал в один слой как я уже сказала я не стал тут особо но если приспичит можно еще покрыть в общем то ничего такого нет так что и не шибко дорого стоит но вот на marketplace их я такое не нашла увидел только павел перис поймал перис леонардо выше нигде так на сегодня это все будет что сказать я включусь думала начну записывать видео когда уже дошли котика она не смогла удержаться знаете в голове вертится цитаты из алисы видела я котов без улыбки но чтобы улыбка без кота а у меня вот такие глаза парящие в невесомости прикольно получается сейчас 14 января время десять вечером сажусь только за вышивку в первый раз буду дошивать котика но до бэк уже по всей видимости руки не дойдут когда дошью сделал еще одно включение чтобы зафиксировать результат а бэк буду дошивать не знаю следующий раз пока у меня приоритете петит от dimensions около моря так как завтра отчет совместники нужно обязательно чего-нибудь хоть чуть-чуть вышить и со следующей неделе я его уже беру плотно в работу чтобы дошли до конца сейчас я покажу что я имею ввиду так просто чтобы зафиксировать да то есть у меня вот сейчас на таком этапе ничего не изменилось прошлого включения потому что я всю неделю вышивала этого котика вот этот вот дизайн поэтому сегодняшнюю котика откладываю приступаю значит где menshens так еще у меня за эту неделю есть один маленький результат я добила наконец-таки жар птицу на работе было поспокойнее с меня сняли доп нагрузку поэтому появилось такое время по 15-20 минут течение дня там несколько раз могу поковырять ну и как-то вышел с достаточно быстро так что еще один мой хвост закрыт набора сладости для радости от жар птицы артикул r272 вычеркиваю наконец-то и давайте сейчас скажу о своих покупках еще на этой неделе и как итог уже сниму то что нашила за сегодня и все буду видео закруглять а покупки у меня были замечательные две схемки тут меня алла бондер своими видео видео подбивает вечно на покупки авторских схем в этот раз я купила снеговичка от людмилы ойнонен не знаю как правильно надо будет людмиле написать спросить как правильный фамилию или ник произносить чтобы не опростоволосится всю серию я увидел на канале у аллы она уже отшила 1 и я просто влюбилась в этих снеговичков знаете снеговики вообще не моя тема но тут они такие классные чем-то даже найти напоминают таких винтажных каких-то старых то есть это не какая-то современная разработка такая кукольная а вот что-то такое ну не знаю они необычные нестандартные мне понравилось правда они большие снеговичка который я купила схемы я надеюсь вывела на экран ой схему картинку этот снеговичок весит 3 400 крестиков но при расчете да и для меня это много ну и вообще-то в принципе такая большая работа то есть я ныла что я игрушку атлетистич вышивала на 2 300 крестиков вся измучилась а тут на 3 400 но вся штука в том что не не хочу вышивать на пластике что я подумала-подумала и нашла сейчас немножко отодвинуть прошу прощение тут пижамки уже вот такую основу нашла это беломерка 30 каунта и мне кажется для снеговичка он вполне себе подойдет а схема называется зайцем будешь и она такая ну мне кажется не для пластика не знаю она сюжетная скажем так и мне что-то вот не хочется ее на пластике но я хочу купить еще четырех снеговичков а вот для них я сейчас думаю у ольги романова оказывается есть для них пластиковые заготовки такие прозрачные не знаю как они точно называются то есть у нее все будет в комплекте ну задник ничего вырезать не надо ничего мучиться не надо и я подумываю купить как раз для них основы но там еще кое-что по ходу дела здесь мне просто нужно подобрать ниточки я думаю что это будет ближайший старт даже возможно заберу на работу и буду вот он потихонечку ковырять так перца это у нас нурге которые 14 с половиной на 160 на 16 половиной то есть вот серединка но и он где-то вот нагревом достаточно большой будет так завтра займусь еще ниточками и еще одна схема тоже моя любая большая эта схема от ветланки она стала популярна в этот в этом году но не в этом смысле в предыдущем когда увидела схемы я просто не влюбилась цветовую гамму то что не столько в зайчик а вот именно в цветовую гамму побежала сразу заказывать основу шелковой нити потому что я хочу вышить эту схему по задумки дизайнера то есть это newcastle 40 аккаунта я уже вышивала схему ответ ланки но на аиде 20 аккаунта в принципе мне все понравилось и я уже давно хотела попробовать 40 аккаунт поэтому с удовольствием повышеваю съемку она небольшая не скажу насколько крестиков чуть не посмотрела но она правда небольшая она с бисером из шерстяной ниточкой триолиса белого цвета это старт скорее всего будет весны где-нибудь найти в пасхальном месяце не знаю в каком в каком месяце в этом году будет пасха но где-то вот около но не в марте скорее в апреле так кажется все что я вам хотела сказать на этой неделе больше ничего такого не происходило пойду вышивать планета уже озвучила но просто покажу итог за сегодняшний вечер и завтра буду уже монтировать видео и начинать снимать новое ну все увидимся через пару часиков ну вот подошел концу мой вышивальный вечер и вышиты все крестики на котенке здесь их оказалось 3 200 это без бэка соответственно котенок отшит целиком и уже поэтому вышитому фрагменту я могу сделать следующий вывод если вам нравится дизайн скачать перри набор из интернета или найдите скан как вам удобнее вышивать набор уже снят данным-давно с производства и не думаю что это будет какой-то там какое-то страшное преступление и даже не заморачивайтесь покупкой ниток возьмите те нитки которые у вас есть запасах и думаю что ваш подбор будет не хуже того который был в оригинальном наборе и тем более того что предоставляет клубок желаний и тем более за такую стоимость сейчас я найду превьюшку чтобы уж положить рядышком сейчас как-нибудь это все вместе не влезет сейчас немножко так вот еще все бликует ну конечно без бэка не очень но просто честно меня нет уже сил на этого котенка и к тому же здесь будет очень много бэк в блэнде с металликом так перехода вы видите да это я к тому что вы можете сами перед даже если у вас нет опытов в подборе не тогда я думаю что вы не хуже сейчас я просто пытаюсь белое положить почему-то очень желтит цвет не такой яркий он поспокойнее видите да здесь три цвета синих ну сине-голубых черный белый два цвета нету три цвета вот тут еще коричневый розовый коричневый а не до серый не очень хорошо видно цвет но это серый и три цвета в крыльях плюс металлик все и никаких проблем а уж в платье на самом деле я посмотрела в интернете как выглядит от шивы но мне кажется что там на как раз вышивали перед наборами они с наборов потому что в наборе реально держит вот такая вот яркая нитка по крайней мере очень похожи его еще можно купить на ebay я видела набор стоит 9000 без доставки ну вообще никакого смысла но только если уж вы просто вот факт обладания раритетным набором от dimensions но я этим не страдаю что хочу сказать перенабор в сети даже лучше чем схемы которые дают глубок желание либо если глубок желание прям четко сделал ее со схемы dimensions потому что в перенаборе немножко сглажен черный цвет я сначала думал что это ошибкой вышло по бумажной схеме но потом поняла что просто человек пытался немного сгладить вот эти вот черные такие вот пятна и давайте то двину обратить внимание на крыло еще сложится закроет они очень острые какой здесь и какой здесь перенаборе как раз тут кто делал кто его делал он сгладил то есть он сделал крылышко практически таким же и я скорее всего тоже зашью единственного то ошибка сейчас будут закрывать крестик вот один пропущенный так схема элементарнейшие просто на на и простейшие никаких проблем нет единственное что вот по краям до крыла вышивается бленд одна ниточка металлика 1 просто хэбэшная и звездочки тоже такой такой же таким же блендом вышиваются и ну это здесь и будет куча бэка тот что же таким же блендом я думаю это будет самое такое ну не то что сложный но заморочиться металлик здесь так себе кстати о нитках нитки здесь действительно все разные даже вот так вот на ощупь не определить а вот когда начинаешь вышивать понимаешь что нитки ложатся но по-разному кто-то пушится кто-то нет кто-то хорошо ложится кто-то не очень а и кстати больше кстати хорошо так свет передавался сейчас как-то мне так было вот так вот крылья ближе к реальности и насчет вот этих синих цветов больше их большими не будет смотреть сколько осталось здесь не то что на два здесь на 3 отшива зачем вкладывать столько не так набор где тут еще один цвет вот сейчас переверну и вот этим цветом вообще чуть-чуть вышивается это кстати dmc это точно dmc вот этим цветом вышивается вот эти вот вот здесь реально на 3 отшива затем столько ниток в наборе зачем настолько завышать цены непонятно на этом все пока бэк я делать не хочу что я подустала от этого процесса то что мне в какой-то момент расстраивал вот этим непонятно чем поэтому вернусь опять же где меншинс но уже оригинальному набору буду его заканчивать back сделано будет желание до конца месяца хотелось бы конечно сделать чтобы уже месяц был закрыт но таким законченным фрагментом полностью вроде все сейчас уже будет 12 пора спать а может еще по вышиваю не знаю сейчас посмотрю но это вы уже увидите в следующем видео всем пока скоро увидимся надеюсь что я опять не пропаду но я очень надеюсь